Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для радужных друзей 2, ну то есть для второй части. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылка на него как всегда будет в описании. Перед началом, если у вас нет никакого чита, переходим во вкладку Exploits и скачиваем чит от Fluxus. На данный момент пока что только он работает, а все остальные читы пока что не работают. Потому что они раньше работали на браузерной версии, как вы знаете, но сейчас сделали античит для браузерной версии и к сожалению на ней сейчас поиграть нельзя. Значит после того как скачали Fluxus, а также я видео оставлю в подсказках, как его скачать, как получить ключ, можете посмотреть. Также он используется с ключ-системой, в принципе получается все довольно просто. Видео оставлю, можете посмотреть. После того как скачали чит в поиске, пишем радужные друзья, нажимаем поиск. Так и почему-то у меня только два скрипта нашел, а на самом деле их больше. Вопрос почему? Давайте еще раз поиск нажмем. Вот появились еще два дополнительных скрипта. Сегодня в ролике буду показывать третий по счету скрипт, вот этот. Чтобы его получить, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Мы его копируем. Дальше заходим в игру. В принципе желательно сначала зайти в само лобби, то есть на сам сервер, где вы будете проходить вторую часть. Потому что если вы здесь заинжектитесь, в этом лобби, в этом сервере, и потом когда будете переходить, то возможно такое-то, что у вас не получится заинжектиться. Так что лучше инжект делать именно когда уже переходите в прохождение второй части. Так, все, здесь идет загрузка, отлично. Дальше открываем чит, нажимаем кнопочку ввести. И ждем пока чит заинжектится. Так, вроде как заинжектился. Да, вот здесь в углу правом нижнем написало то, что инжект прошел. Дальше вставляем скрипт, который мы скопировали, и нажимаем кнопочку запустить. И ждем пока сам скрипт загрузится. Как видите, уже загрузился, отлично. И все, что нам остается, это подождать пока игроки заспавнятся. Уже заспавнились, отлично. Здесь голосуем на то, чтобы пропустить эту анимацию. Но скорее всего эту анимацию скрипт, как я понимаю, не будут. Я вот не знаю, вот уже прошло больше, наверное, месяца, если не ошибаюсь. И эту анимацию до сих пор все смотрят и нифига не скрипают. Вопрос почему, вообще непонятно. Мне кажется, ее уже все сто раз смотрели. Там вон даже в чате пишут, скипайте, но почему-то никто не скипает. Ладно, давайте посидим, посмотрим, подождем. Занимает это буквально, ну, около минуты-двух, наверное. Где-то так. Все, наконец-то прошла эта анимация. Отлично. Спустя сто лет. А, нет, еще не до конца. Сейчас еще здесь будут показывать этих монстров, которые там будут на локации бегать. Ждем буквально сейчас еще пару секунд. Все, наконец-то спустя сто лет прошла эта анимация. И давайте тестить этот скрипт. В принципе, функций довольно много. Можно включить SP сразу на игроков, на монстров и на предметы. Выбираем вот эти три функции. Нажимаем включить. И, так, и почему не работает, вопрос. Окей, давайте, допустим, только на монстров сделаем. Тоже почему-то не хочет работать. Странно. Так, здесь можно себе бесконечный прыжок выдать. Давайте я пока что коробку на себя одену, спрячусь, чтобы меня никто не нашел. Вот, есть бесконечный прыжок. Включаем вот эту функцию и смотрим. Видите, все отлично, все прекрасно работает. Дальше есть скорость. Допустим, сделаем 80, включаем и смотрим. Да, как видите, скорость тоже работает. Все отлично, все четко. Идем дальше. After Get Items. То есть, смотрите, эта функция работает так, что она тпхает вас на предметы на карте, которые остались. Она их собирает. И дальше автоматически вы их сможете сдать куда нужно. Но сейчас у меня почему-то не собирает эти предметы. Скорее всего, потому что их уже, я понял, все собрали. Вроде бы как. Потому что эта функция до этого работала. Когда я до записи видео проверял, все работало. Ну, почему ты не хочешь собирать? Все-таки есть предположение, что их уже собрали. Давайте просто нажмем Get Items. Может быть получится. Вот у меня персонаж, как вы могли заметить, что-то сделал, но ни один предмет не собрал. Скорее всего, я думаю, их уже все собрали. Да, их уже почти все собрали, потому что уже 25 почти и собрали. Количество нужное. Скорее всего, просто этот предмет у кого-то находится в инвентаре. И, естественно, мы его никак с его инвентаря забрать не можем. Так, давайте еще раз нажмем. О, вот, все отлично. Как видите, кого-то поймали, получается, какого-то игрока. И мы за него подобрали все вот эти вот лампочки, которые нам нужны. Но еще 4 штуки осталось. Как видите, эти функции работают очень прекрасно, очень отлично. Получается, в прошлый раз они работали, потому что эти лампочки уже были собраны каким-то другим игроком. И, естественно, мы у этого игрока не можем эти лампочки отнять. Только вот вопрос, работает SP или нет. До записи, когда проверял, все работало. Но почему-то сейчас не хочет работать. Так, я все функции здесь включил, но, как видите, почему-то не хочет работать. А, стоп, я монстры убрал. Включаем вот это вот все и проверяем. Так, кстати, смотрите, когда включили все функции, более-менее SP заработал. Также здесь показывается название монстра, показывается, на каком расстоянии он сейчас от нас находится. Но только почему-то это как-то криво работает, если честно. А если я все это отключу, то обычный SP почему-то не хочет работать. Странно. Ну, ладно. Короче, работает эта функция, но, к сожалению, криво. Так, давайте попробуем еще найти предметы, может быть, найдем. Нет, к сожалению, не нашли. Еще одна лампочка осталась, почему-то ее никто не хочет нанести, но... Ладно. Субтитры сделал DimaTorzok Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами, как всегда, был Айзбан. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Напомню, что ссылка на него, как всегда, будет в описании. На этом все. Всем удачи и пока.